Всем привет! Совсем недавно я сделал топ 3 из лучших денежных приложений, в которых можно зарабатывать больше всего, по моему мнению. Кстати, кто не видел, рекомендую посмотреть данный топ. А в этом видео покажу вам еще одно приложение, которое можно поставить практически наравне с теми топами, так как в нем тоже можно неплохо подзаработать. И суть заработка, как вы могли понять по названию и обложке видео, будет заключаться в написании отзывов. Причем даже не всегда вам нужно будет писать эти отзывы. Некоторые заказчики сами предоставляют текст отзыва для публикации. Еще хочу сказать, что данное приложение вы могли встречать ранее у других блогеров, но мало кто из них показывал на своем примере и объяснял, как в нем зарабатывать и выводить деньги. Я же как всегда все проверил на себе и сейчас буду объяснять, как начать зарабатывать, какие есть плюсы и минусы и в конце видео, конечно же, будем выводить деньги. А называется данное приложение PR Ambassador, PR отзывы для продвижения бренда. Довольно давно меня просили его проверить и регулярно напоминали о нем и вот у меня дошли до него руки. Данное приложение стоит вашего внимания, так как заработок здесь несложный и оплачиваются выполненные задания довольно достойно. Плюс, помимо вывода на популярные электронные кошельки, здесь есть вывод на банковские карты, как для России, так и для других стран, о чем у меня регулярно спрашивают. И перед тем, как его запустить, я расскажу коротко о регистрации. Когда вы его запустите в первый раз, то вам нужно будет в нем зарегистрироваться по номеру телефона, после чего вам предложат выбрать роль, заказчик или исполнитель. И так как мы пришли сюда зарабатывать, то конечно же нажимаем на исполнитель. И после этого вам нужно будет заполнить анкету с данными о себе и затем вам откроется основное меню данного приложения и вы сможете приступить к выполнению заданий. А я давайте запущу у себя данное приложение и продолжу объяснять, как в нем начать зарабатывать. Как видите, у меня здесь доступно довольно много высокооплачиваемых заданий, но так было не всегда. Когда вы здесь только зарегистрируетесь и у вас будет нулевой рейтинг, то вам будут доступны только задания для поднятия рейтинга. И все они будут от разработчиков данного приложения. Это будут задания по типу подписаться на их соцсети, оставить отзыв о них где-нибудь и подобное. Давайте я вам покажу свои первые задания, которые я выполнял, чтобы повысить себе рейтинг и получить возможность выполнять вот такие крупные задания по 100, по 50, по 40 рублей и подобное. Для этого я захожу в мои задания и опускаюсь вниз. Вот, для того, чтобы повысить рейтинг и получить доступ к основной массе заданий, вам нужно успешно выполнить всего лишь 5 заданий. Делается это не сложно. Вот мои первые задания, которые я здесь выполнял. Да, они оплачиваются всего лишь по рублю, но не надо обращать на это внимание. Вы выполните 5 таких вот копеечных заданий и потом сможете за одно задание получать по 20, 30, 40 или 50 рублей. Поэтому ничего плохого в этом нет, чтобы повыполнять пару копеечных заданий. Давайте я вам покажу переписку с заказчиком и объясню процесс выполнения задания на примере нескольких заданий. Для начала возьмем одно из первых, которое я выполнял для поднятия рейтинга. Например, вот лайка и подписка на страницу ВК. Нажимаю, вот такое было описание задания. Лайки и подписка на страницу ВК. Подпишитесь на страницу приложения ВК и пролайкайте последние посты. Им дается ссылка на их группу ВК. Вот, и ниже показываются возможные сроки выполнения и стоимость выполнения задания. Вот, давайте я открою переписку с заказчиком. Вот как это было. Кстати, еще забыл сказать, что здесь, когда вы открываете новое задание, то здесь у вас тоже такая синяя кнопка будет подать заявку. Когда ваша заявка одобряется, то вам пишет менеджер. Ну, вот этот таск менеджер с такой аватаркой. Это у них, как я понял, основной или модератор, или администратор приложения. И большинство заданий связано с ним. Вот, он присылает сообщение. Добрый день, вы готовы выполнить задание после того, как он одобрил мою заявку? Я пишу, да, добрый, подписался и лайкнул последние три поста. И прикрепил скриншот. Давайте его посмотрим. Вот, ну здесь вот видно, что я подписался. Но не видно, что я там что-то пролайкал. Вот, и мне он пишет, выполняйте задание, как написано в описании. Ссылки там есть. Ну, возможно, это было какое-то автоматическое задание. То есть, автоматическое сообщение. Поэтому я ему написал. Вот, написано последние посты. Какие именно имеется в виду и сколько. Вот. Ну, там он не отвечал. Я потом пишу, пролайкал все. И скинул скриншот. Вот, последних сообщений. Это самый первый пост на их странице. Вот, предпоследний. И там еще выше, еще куча была постов. Я полностью решил все пролайкать. Скинул ему скриншот. И все. После этого он мне уже ответил, что все. Засчитали. Проверили. Все окей. Деньги на баланс мне зачислились. И рейтинг мне подняли. Потом еще я выполнял одно из первых тестовых заданий. Вот оно было. Вот. На написание отзыва уже. Нужно было написать любой отзыв на любой товар на сайте отзовик. То есть, это было типа как тренировка. У меня был на сайте отзовик там какой-то старый аккаунт. Я к нему восстановил доступ. Написал отзыв о своем данном телефоне. Samsung Galaxy A51. Ну, это первое, что мне пришло в голову. То, что я хорошо знаю. Я каждый день пользуюсь этим телефоном. И решил написать отзыв именно на него. Здесь как бы описывается все, что нужно проделать. И что нужно скинуть этому человеку для того, чтобы проверить задание. Давайте вот я покажу переписку с ним. Вот точно такое же по идее автоматическое задание. После того, как приняли мою заявку. Я пишу, что да, готов выполнить задание. У меня есть там аккаунт на отзовике. Вот я ему поскидывал скриншоты. Вот скриншот моего личного кабинета. Потом скриншот самого отзыва. Вот видите, отзыв на смартфон я вставил. Вот это все я писал сам из головы. Ну и ссылку на данный отзыв тоже скинул. Потом, если вы обратите внимание на даты, то он несколько дней мне вообще ничего не отвечал. Я уже думал, что все, это задание так и будет висеть. И скорее всего, я вообще на данное приложение не буду делать обзор. Спустя пару дней я ему написал. Здравствуйте, на днях выполнил задание. Ожидаю проверки. Тоже была тишина. И потом вот, ну, выполнил я задание шестого. Потом восьмого я ему написал. Тоже ничего. И потом аж двенадцатого уже проверилось мое данное задание. И мне зачислили деньги и плюс в рейтинг. Ну и потом, когда мой рейтинг уже повысился, и мне открылись все вот эти задания, то я начал отправлять заявки на их выполнение. Но все мои заявки либо остались висеть, либо их отклоняли. Плюс, самих заданий было немного, так как я указал в своем профиле после регистрации реальный свой город и страну проживания. Я из Украины, если кто не знал. Но на днях мне пришла идея в голову попробовать сменить данные о своем местоположении на Россию. Вот где это делается. Вот нажимаете на свой профиль. И здесь вот, кстати, еще такая важная функция. Я слышал, что если подобавлять здесь информацию о своих аккаунтах в различных соцсетях и сервисах по отзывам, то вам будут доступны дополнительные задания. Но я это не проверял. Вот так как здесь не просто нужно указать ссылку на соцсет, а нужно еще заморочиться, все, поводить вот эти данные от аккаунта и потом еще ждать, когда проверят эту информацию. И я с этим не заморачивался, так как у меня нету прокаченных аккаунтов во всех вот этих подобных сервисах. Я просто выполнял общедоступные задания. Так вот, о чем я говорил о местоположении. Вот я зашел в редактирование своего профиля, информацию о себе и здесь вот поставил, как будто бы я из России. И это сработало. В ленте заданий у меня сразу же появились новые задания, которых я ранее не видел. Они были более свежими и часть из них я смог выполнить, чтобы дозаработать денег до минималки на вывод, которая составляет здесь 50 рублей. Давайте я вам покажу. Вот такие задания я вчера выполнял. Вот, найти сайт в поиске. Там или Яндекс, или Гугл, без разницы. И вот название сайтов. То есть это задания по типу тех, как в Телеграм-боте Триумф Бонус Бот. Только в Телеграме платят за них по рублю, а здесь по 10 рублей. И давайте я вам покажу одно из заданий. Вот, нужно открыть поиск Яндекс, вбить нужный запрос. В результате поиска найти нужный домен, перейти на сайт из поиска. Вот, ну и там еще посидеть на этом сайте и скинуть пару скриншотов. Давайте я покажу переписку с этим заказчиком. Вот, после одобрения заявки сразу же присылается вот куча таких сообщений с инструкцией. Вот такой вот запрос нужно было ввести. Я это сделал, скринул два скриншота, написал, выполнил все. И довольно быстро там в течение часа, по-моему, или чуть дольше, оно проверилось. Ну, какие как, какие-то вечером я до вечера ждал, а какие-то в течение часа проверялись. Плюс еще я вчера взял вот такое задание, видите, оно еще активно, поставить лайк на отзывике. Нужно было просто поставить лайк, отзыву. Здесь, как видите, уже реальный заказчик, а не администратор приложения, поэтому здесь я не уверен, пройдет оплата или нет. Пока что заказчик молчит. Он просто одобрил мою заявку, и я перешел на посылки на тот обзор. Точнее, отзывы поставил там ему лайк, скинул скриншот и все, и тишина. Со вчерашнего вечера никаких новостей нету, и оплаты задания тоже. Но это пока что. Может, заказчик еще объявится и все оплатит. Ну, а почему я не брал еще заданий, спросите вы? Да потому что большинство из них рассчитано на жителей России. А я выполнял такие более универсальные задания. Если непонятно, что я имею ввиду, то давайте откроем какое-то задание. Вот, ну, например, вот это. Вот, видите, необходимо придумать самостоятельно текст для отзыва магазин на Яндекс.Маркете. Вот, нужны люди из таких регионов. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Минск. Ну, это один из примеров. Также в некоторых заданиях еще требуются прокаченные аккаунты на вот этих сервисах, типа Яндекс.Маркет, там Яндекс.Карты и так далее. Но так как у меня нету прокаченных аккаунтов на подобных сервисах, как я уже говорил, это еще одна причина, почему я не брал кучу заданий. Ну и как обычно, рассказываю, сколько времени я потратил, чтобы заработать вот эти 64 рубля. Если взять чисто время самого выполнения вот этих вот заданий, то, наверное, на вот эти мелочные задания у меня ушло около одного часа. Все остальное время я просто ждал, когда проверят мои выполненные задания, плюс ждал одобрения заявок. Заявок на выполнение заданий, но большинство так и не дождался, так как их отклонили, а некоторые так и висят вот уже несколько дней, и скорее всего ничего так и не изменится. В общем, приложение это больше для подработки, чем для стабильного и ежедневного заработка, как по мне. Задания здесь новые появляются не так часто, часть заданий не актуальны и стары, и ваши заявки на них будут висеть очень долго. Поэтому да, здесь можно неплохо заработать, но это будет скорее всего разово и не каждый день. Но на протяжении месяца можно регулярно выполнять новое свежее задание и выводить деньги. Давайте, кстати, этим и займемся. Для вывода денег нам нужно открыть боковую панель и здесь зайти вот в раздел финансы. Здесь еще раз показана статистика нашего заработка. Я нажимаю вывести средства, сумму вывода. Давайте 64 рубля так и введем. Вывести средства и вот доступные способы вывода. Как я и говорил, здесь можно выводить на банковские карты. Для России это 2% комиссии, но не менее 30 рублей и минимальная сумма вывода 100 рублей. То есть, если вы самый минимум выведите, а именно 100 рублей, то с вас еще возьмут комиссию 30 рублей. То есть, вы получите всего лишь 70 рублей. Ну а для тех, кто не из России, то комиссия 3%, но не менее 180 рублей. То есть, как видите, вообще не выгодно. Если вы там рублей 200 заработаете, то 180 из них заберется в качестве комиссии. Поэтому, как я уже говорил в одном из видео, если вы планируете разбираться в заработке в интернете и зарабатывать здесь регулярно, то рекомендую обзавестись электронными кошельками. Типу Яндекс, Киви, Вебмани или Пэр еще есть. Потому что выводы на карты не все поддерживают. Это невыгодно. Никто не хочет этим заниматься. И как бы можете особо это и не искать. Плюс там очень дикие комиссии, как видите, и большие минимальные суммы на вывод. Ну а в данном приложении, вот для Яндекса, Киви и Вебмани, минималка составляет 50 рублей. На Яндексе Киви комиссия 2%, а для Вебмани 3%. Я буду выводить на Киви, но перед выводом давайте покажу свой баланс и историю последних начислений. Вот заходим в историю. Вот вчера 24 мая был последнее пополнение. Сейчас у меня вот 25 мая, пол второго дня. Возвращаюсь в приложение и сейчас введу здесь свой номер Киви кошелька и мы продолжим. Итак, номер своего кошелька я ввел. Вывод на Киви здесь вроде как должен быть быстрый. Я смотрел один обзор на данное приложение и там человеку сразу же деньги пришли на Киви. Давайте посмотрим, как будет у меня. Так, номер я ввел правильно. Нажимаю далее. Выплата успешно создана. Так, закрываем. Пока что еще показывается, что вот общий заработок. Ну или это, наверное, просто история. На балансе, скорее всего, они должны были списаться у меня. А нет, пока что еще есть. Ну и в финансах тоже. Немного странно. Пока что уведомлений никакого не было. Давайте попробуем обновить баланс. А, вот пришло уже уведомление. Да, вот платежная система Рапида. Они через нее скинули. Выводил я 64 рубля плюс 3% комиссии. Получила 62. Ну и давайте вернемся еще раз. Так, здесь как-то можно обновить. Нет, наверное, если перезайти в приложение, тогда уже здесь сбросится баланс. Итак, перезашел я в приложение, но почему-то баланс все еще не обновляется. То есть деньги так и лежат на балансе, хотя выплата уже прошла. Наверное, баланс обновится через время. В общем, как я уже сказал, приложение неплохое. Оно платит, как вы видите, но зарабатывать в нем каждый день и много не получится. Его можно использовать для дополнительного заработка и следить за появлением новых легких заданий. Кстати, вот я еще заметил какое-то уведомление. А, ну это уведомление о том, что средства были успешно зачислены. А, все, обновился баланс. По нулям стал. Ну а здесь просто отображается статистика, выполненных за все время заданий, как я понимаю. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Ставьте лайк за еще один рабочий способ заработка. А также подписывайтесь на канал для новых подобных видео о заработке на телефоне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok